Вот уже почти год наша страна живет по обновленному кодексу о земле. Многие нормы от редактированного документа позволили покупать, продавать и строить удобнее и быстрее. А значит решать жилищный вопрос, экономия и силы, и средства. Однако такой ценный ресурс, как земля, не всегда и не везде распределяется рационально и законно. В одних случаях территория после сноса ветхого дома может обрести новую жизнь, а в других коттеджах нередко замахиваются на земли сельхозназначения. Наши корреспонденты вместе со специалистами госконтроля присмотрелись в регионах страны к соткам и гектарам. Покосившаяся изгородь, заросшая бурьяном и хмазняком, фактически заброшенные дома. В деревне Озеры Бобруйского района местные жители с опаской смотрят на такое соседство. Кто-то тут купил, потом бросил, уехали. Конечно, надо наводить парадок. Это еще хорошо, что убрали вот эти, которые рухнули дома. Это вообще, а тут дебри были. Есть проблемные вопросы. Очень долго идет поиск наследников. Зачастую в сельской местности после смерти родителей дети не вступают в наследство. Очень трудно разыскать близких родственников. Но даже после сноса, а в Озерах за несколько лет избавились от четырех домов, земля нередко продолжает пустовать. Только после вмешательства комитета госконтроля почти гектар в этой деревне вовлекли в сельхозоборот. Здесь на этом месте был пустующий жилой дом. Он был снесен. Вместе с тем работы по рекультивации были выполнены некачественно. А это еще одна проблема деревень после сноса домов. Рабочие нередко оставляют строительный мусор. Участки превращаются в стихийные свалки. В деревне-бортники еще предстоит навести порядок. Порой районные комиссии формально подходят к организации работы по обследованию жилых домов. В частности, в Ковалевском сельсовете, когда обследовали земли, населенные пункты, акт был составлен только в отношении одного пустующего дома. Хотя, по информации сельсполкома, на его территории находилось всего порядка девяти таких домов. Вместе с тем, комиссиями обследования не проводились, соответствующие акты не составлялись. Недосмотры где-то были наши. Недосмотры где-то есть на местах в сельсполкомах. Ну и плюс не совсем добросовестное отношение руководителей. Работа с ними проведена, урок вынесен. Все сделали для себя определенные выводы. К слову, только в Бобруйском районе в этом году вовлечены в оборот 40 пустующих ветхих домов. 21 из них продан, а значит, получил вторую жизнь. По-хозяйски распоряжаются землей в Копесе, поселке Будущего. Да, приходится избавляться от ветхого жилья, рассказывает Екатерина Вацура, председатель местного сельсовета. Но на их месте уже красуются новые. И вот уже сюда переехали еще пять семей работников Александрийского, соседнего хозяйства. В поселке по всем улицам имеется и газ, вода, линии Белтелекома, линии электропередач, заасфальтированы все дороги. На перспективу они должны быть жилыми. И берут под строительство, и также обживают наш поселок прибавления. И мы очень рады этому. Новоселам всегда рады и в Молодечно. Однако в развитии города всплыла старая история. 12 лет назад в микрорайоне Фестивальный определили очередную территорию для строительства коттеджей. Стали появляться даже элементы инфраструктуры о том, что это земли сельскохозяйственного назначения. Почему-то забыли. На этом поле плодородные земли. Здесь, к примеру, культивируют и кормовые травы, но мешают земледелию вот такие железобетонные сорняки. Полсотни опор линии электропередачи возвели под будущий квартал. Правда, ни один дом здесь так и не построили. По итогам проверок и анализа ситуации, специалисты госконтроля предложили оптимальный вариант. Строить в другой части фестивального. Не в ущерб аграриям. Оценка положения дел показала на наличие резервов, в том числе под жилую усадебную застройку, на существующих городских территориях. В настоящее время по ряду таких территорий осуществляется разработка градостроительного проекта детального планирования. В последние годы в Беларуси растет интерес к строительству или приобретению жилья на селе. Спрос и сами. Сделки купли-продажи оптимизировал в том числе и 116-й указ главы государства. А с этого года введен единый реестр пустующих домов. Правда, на местах в регионах список не спешат пополнять. Мы по всей стране, во всех селеисполкомах запросили судения по имеющим у них пустующих домам. То, что имеется по данным, по домовым книгам. И у нас в целом по стране где-то имелось 27 тысяч. А в единый реестр пустующих домов внесено пока данных всего 11 тысяч. То есть всего 43%. То есть работа с соответствующим образом у нас не проведена. Хотя законодательство максимально упрощено. Почему нам для нас важно именно все это заактировать и внести в единый реестр? Чтобы мы поняли масштаб проблемы. К слову, новые данные о том, кто, где и как использует такой ценный ресурс, как земля, будут известны до конца года. Комитет госконтроля внимательно изучит законность выделения участков под строительство индивидуальных домов по всем регионам страны. Алексей Кондратенко и Андрей Ястребов, агентствователь новостей.